Все внимание в процессе родов сосредоточено на маме, на нее приходится основная часть работы. Но ребенок в ней тоже участвует, он тратит очень много сил, чтобы появиться на свет. Начнем хотя бы с того, что именно младенец задает старт родам. Что касается подготовки, то тут действительно вся ответственность на маме. Плацента очень умный орган, она фиксирует, когда плод достигает физиологической зрелости, и тогда в крови матери начинает повышаться уровень гормонов эстрогенов. Благодаря им мышцы и связки становятся мягче, эластичнее, роды проходят легче. А вот схватки начинаются, когда скомандует младенец. Его надпочечники начинают вырабатывать много кортизола, а плодные оболочки в ответ производят просто гландины, под влиянием которых начинаются сокращения матки. Под влиянием кортизола происходит и подготовка желудочно-кишечного тракта к переходу на иной тип питания. Усиливается созревание легочной ткани, что в дальнейшем будет обеспечивать дыхание ребенка. А потом начинается самый стресс. Что же ребенок при этом чувствует? Теснота. Уютный домик вдруг превращается во враждебное место, стены буквально давят на ребенка, заставляя его протискиваться все ниже, где тоже ничуть не легче. Путь к жизни очень извилистый и узкий. На первые несколько сантиметров у ребенка уходит очень много времени, от 6 до 12 часов. Но если процесс ускорить, это может быть чревато родовыми травмами. Если ребенок находится в нормальном предлежании, вниз головой и ему, и маме приходится проще, чем если предлежание поперечное или тазовое. Крохи в таком положении гораздо легче прокладывать себе путь к жизни. К тому же голова у малыша самая крупная часть тела, как только она появится на свет, можно считать, что самое сложное позади. Стресс. Начинаются перебои с кислородом и питанием. Это связано и с тем, что мама кричит и со схватками. Поэтому разгоняется пульс нормальных 140 ударов в минуту до 180. Не мудрено, что малыш при этом испытывает сильный стресс. В крови резко повышается уровень адреналина. Природа постаралась это компенсировать. В то же время организм ребенка усиленно вырабатывает эндорфины, которые играют роль естественного обезболивающего. Травмы. Когда начинаются потуги, наступает самый сложный и ответственный этап родов. Когда головка малыша проходит через родовые пути, кости малого таза, его голова буквально сплющивается, потому что роднички и не зарастают в утробе, кости головы подвижны, чтобы ребенок мог протиснуться через шейку матки. Из-за того, что головкой малыш давит на мышцы тазового дна, потуги усиливаются, а на голове крохи из-за такой работы образуется отек, родовая опухоль. Это совершенно нормальное явление, благодаря ей мозг ребенка защищен от внешнего давления. Обычно сперва показывается затылок, потом лоб и личик, а смотрит малыш при этом вниз на пол. А когда головка появится полностью, младенец разворачивается по кругу и смотрит уже на мамино бедро. Сплющиваются и грудная клетка, и туловище малыша. Новая среда. Когда ребенок уже полностью появился на свет, он снова испытывает стресс, кричит он именно поэтому. Окружающая среда радикально изменилась, это совсем не то, к чему он привык. Другое освещение, температура ниже градусов на 12-15, приходится самому дышать, расправляются легкие, а из них выходит жидкость. Крик – это показатели качества первого вдоха. Чем он глубже, тем крик громче. Если малыш не кричит, значит что-то с ним не так. Знакомство с мамой. Первое, что делают врачи после рождения, кладут младенца на грудь матери, чтобы он выпил свои первые несколько капель молозива. Это очень важно для формирования крепкого иммунитета. С этими каплями в организм малыша поступают первые антитела, которые помогут противостоять различным вирусам и бактериям. А психологи говорят, что это очень важный момент, так как откладывается в подсознании ребенка на всю жизнь. Близость с мамой, чувство защищенности очень важны для нормального психологического развития. Субтитры создавал DimaTorzok